Западная часть озера Алаколь Остров Арал-Тубе, который виден практически с любой точки озера И примыкающая к Алаколю озеро Сосекёль Это орнитологический заповедник и настоящий птичий рай Туристы, отдыхающие на берегах Алаколь, имеют уникальную возможность Наблюдать птичий мир во всем его великолепии Здесь, куда ни приедешь, везде можно встретить представителей пернатого царства В Казахстане не так уж и часто встречаются места, где можно найти такое необычное соседство Буквально в нескольких шагах от пляжа привольно и не особо прячась от назойливых туристов Разгуливает большая белая цапля На заболоченных низинах строят гнезда журавли и серые цапли В небе то и дело проносятся стаи пеликанов и больших бакланов Действительно, озеро Алаколь – это не только место, где можно отдохнуть и подлечиться Это удивительный и даже уникальный природный комплекс, на территории которого птицы и животные практически перестали бояться человека Курортные поселки Коктума и Акши не относятся к заповедной территории Именно в этом районе и сосредоточено большинство пансионатов, туристических кемпингов и гостиниц В летний сезон здесь всегда многолюдно, что, впрочем, нисколько не мешает птицам гнездиться Иной раз практически рядом с шумными пляжами Для туристов даже организуются прогулки на катере к островам Настоящим миниатюрным заповедником, где можно наблюдать редкое зрелище – рождение маленьких птенцов Агрессивные и шумные чайки, возмущенные таким неожиданным соседством, устраивают к небе настоящий квал И готовы стаями атаковать любопытных экскурсантов Этот вид чаек называется черноголовый хохотун Он весьма распространен на водоемах Казахстана Почти посреди Алаколя возвышается заповедный остров Улькенар-Алтабе В ясную погоду, хорошо видимый с любого берега озера В 1968 году казахстанские орнитологи открыли здесь новый вид птиц – реликтовую чайку Которая стала символом будущего заповедника Острова, где находятся основные гнездовья этого редкого и уникального вида птиц Входят в состав Алакольского государственного заповедника и взяты под усиленную охрану Доступ на них строго ограничен Но ознакомиться с реликтовой чайкой можно в музее, находящемся в здании администрации заповедника в городе Учарал Реликтовая чайка – уменьшенная копия распространенного черноголового хохотуна Ее вес около полукилограмма Внешне похожа на озерную, но несколько крупнее С другим рисунком черного на концах крыльев и кофейным налетом на лбу и щеках Примечательная история открытия этой птицы Впервые она была описана в далекие 30-е годы прошлого века Но 40 лет после этого не отмечалась учеными В конце 60-х годов на острове Улькенар-Алтабе была обнаружена ее гнездовая колония Эта загадочная птица названа реликтовой Потому что, как и черноголовый хохотун, она прямой потомок фауны, населявшей берега и острова Древнего, давно исчезнувшего моря Тетис, которое занимало большую часть современной Азии Остатки этого гигантского водоема сохранились в виде озерной системы, в которую входят Балхаш, Алаколь и Эбинур Кроме Алаколя, реликтовая чайка населяет только несколько озер в Забайкале, а зимует во Вьетнаме Сейчас места гнездования этой редкой и знаменитой птицы взяты под охрану и находятся на территории Алакольского заповедника Алакольский государственный заповедник основан в 1998 году Заповедная территория включает в себя водно-болотные угодья Алакольских озер, Сосекельскую акваторию, острова Орал-Табе и Шибартубек Площадь парка составляет почти 18 тысяч гектаров Алакольский заповедник является одним из трех ключевых водно-болотных угодий Казахстана Отлогие берега пресноводного озера Сосекель покрыты густыми зарослями тростника Основа Алакольского заповедника – его богатый мир птиц, который насчитывает 257 видов Под особой охраной находятся занесенные в Красную книгу Казахстана пеликан розовый и пеликан кудрявый, лебедь-кликун, савка, чернобрюхий рябок, филинг Особый интерес вызывают орнитологические туры, во время которых можно увидеть разнообразные виды водоплавающих, пустынных и горных птиц Из них 19 относятся к редким видам, находящихся под угрозой исчезновения Субтитры создавал DimaTorzok Последние годы озеро Алаколь, несмотря на все проблемы, на слабую туристическую инфраструктуру, на плохие дороги, на удаленность от основных центров Привлекает на свои чудесные берега все новых и новых поклонников Алаколь – озеро с уникальными черными пляжами, из хорошо окатанной гальки и крупного песка Содержащих большое количество кремния Чистый степной воздух, минеральные воды и источники минерализованной сероводородной грязи Создают исключительно благоприятные условия для отдыха и лечения Чем же привлекает нас Алаколь? Наверное, в первую очередь своей неповторимой водой Она очень чистая и прозрачная Во-вторых, она слабо минерализованная и очень полезная для здоровья Берега Алаколя – это в основном не песок, а черная мелкая галька Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вода озера Алаколь Субтитры создавал DimaTorzok Здесь нет ни одного крупного промышленного предприятия По составу она сравнима с водами Черного и Мертвого морей И включает почти всю таблицу Менделеева Что способствует эффективному лечению многих кожных заболеваний В санаториях на Северном побережье лечат заболевания органам дыхания, болезни костно-мышечной и нервной системы Когда-то здесь проходили курс реабилитации космонавты после длительных полетов в космос Сейчас здесь эффективно лечат болезни, связанные с воздействием неблагоприятных факторов Каких-то радиация и повышенное содержание в окружающей среде канцерогенов Одним из уникальных богатств озера Алаколь является грязь, насыщенная минералами Применяемая при лечении различных заболеваний суставов, радикулитов, кожных недугов и восстановлений после травм Хлоридно-натриевые соли, содержащиеся в ней, оказывают прекрасный тонизирующий эффект В результате чего талассотерапия, то есть лечение посредством принятия морских и грязьевых ванн Также подходит и для лечения заболеваний территорической нервной системы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черный цвет прибрежному креску и гальке придают черные шунгиты Минерал шунгит является естественным антиоксидантом, позволяющим выводить из организма человека свободные радикалы Эти лечебные свойства шунгита обусловлены фулеронами, сложными углеводородными соединениями, из которых он собственно и состоит В аптеках продается лечебная минеральная вода, обработанная шунгитами Она не дешевая, но многие люди забывают, что на юго-востоке страны имеется прекрасная альтернатива минеральной воде из бутылок Огромное озеро Алаколь Она подарит незабываемый отдых и совершенно бесплатно вылечит от многих недугов Остается надеяться, что государственные профильные ведомства и частные бизнес-структуры Когда-нибудь, наконец, обратят свой взор и свои интересы к одному из самых перспективных туристических мест в стране ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туристская инфраструктура в районе Украины Озеро Алаколь в последние годы развивается достаточно высокими темпами Сюда устремляется все большее количество людей И можно надеяться, что в недалеком будущем берега этого прекрасного озера станут самым популярным местом отдыха в летние месяцы для всех казахстанцев и гостей республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин